Невсюная 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 видом вот такая вот новая информация в этот раз как-то углубилась накопалась оказалось что тут много красоты у нас проявляет вот такие вот прекрасные но как только начинает отцепать линьи уже распускаются и уже не так как говорится не уже не обратишь иногда и мимо пройдешь да и не обратишь внимание что уйдешь рядом с магнолий только вот в период цветения магнолий как привлекают к себе совершенно невероятное внимание и как на сорт я не возьмусь определять потому что стартов желтым цветущим магнолия достаточно много у нас калининградской области есть оба это желтая птичка желтая река это жимолость желтая калининградская область я считаю что очень такой даже и неплохой дом ну и посмотрим с вами наверху украшены различными скульптурами и вот что интересно Просто никогда никто не обращает внимания. Посмотрите, на чем стоят у нас стоят. Видим? Полумесяц. Все? А вот теперь приглядитесь. Вы у ног увидите их символы полумесяца. А наверху все видят, что за скульптург? Материнство. Мальчик, мама и девочка стоят. Ухранник. Существовал по адресу Лавскер-Аллея. Лавскер-Аллея 59. То есть он носился туда, к Лавскер-Аллее. И этот дом, он добивается за общую сетку. То есть его строило не всесоюзный германский жилищный. Здесь вот этот союз, вернее, господи, Мазмекту строил человек, который населял его до 45-го года. Это был известный торговец мехами Герман Грюгер. Грюгер торговал он не где-нибудь, а на одной из главных улиц Кёнигсберга, на той улице, которая когда-то проходила недалеко от замка. Это французская улица. И фактически вот стык в стык с домом, где мехами торговал Грюгер, находилось родовое гнездо Эрнста Теодора Амадея Гоффмана. То есть Гоффманы там тоже жили по-соседству. Личная история, если кто-то из вас объединен в Фейсбуке, это у нас. Если кто-то объединен в Фейсбуке и читает, если вы теперь, то вы можете узнать, если вы не знаете, то вы и все, и все, и все, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь когда-то еще до развития района Роцхов тоже находились приятные виллы. И вот практически здесь напротив, вот за этим забором бы сейчас стояла вот такая чудная вилла Луиза, если мы с вами проглядим. Но она ничего общего не имела с районом Роцхов, только уже по месту нахождения во вновь освоенном районе. Прекрасно! Итак, друзья мои, мы с вами сейчас находимся на одной из площадей, которые были запланированы для изначального варианта района Роцхов. То есть, если бы не это здание, но оно, если бы было бы пониже, тоже бы понятно было, что фланкирует здесь стороны площади. Большое открытое пространство. И здесь планировали площадь. И если мы вернемся к карте схеме... Давай, Юля, сначала на карту. Нам сюда. Вот мы ее с вами здесь. Давайте и увидим, где она у нас. Вот видно плохо здесь. Это история уже западного Замланда. И вот эта площадь, когда планировалось, назвали ее Фирбрюдерплац. Что интересно, если бы мы с вами проехали немножко дальше, километров это к 10-15, по Балтийскому шоссе, но еще немножко дальше уже, все-таки туда за кладбище, мы бы приехали в место, которое когда-то было очень знакомым. Там было вот то, что Юля показывает, уже Юля щетей. Вот она, зеленая пятна, что она такая. И мы вернемся снова с вами к фотографии, как выглядела вся эта история с трактиром, буквально в 15-17 километрах от Кёнигсберга. Вот оно, это место. Вот такая там колонна когда-то стояла. И была она установлена в память о тех рыцарях Тевтонского ордена, которые в 13 сотен без пяти, то бишь в 1295 году, тут по территории с награбленным проходили, оказали сопротивление очень активно, и головы их были насажены на пике. Вот так, приблизительно, вот такая вот история. Ну, почитайте, это интересная легенда про тех самых четырех рыцарей. Вот видим как. И потом на месте их гибели установили ту самую колонну. Западные вот этого района Радска. До войны эта улица называлась Фонгрант-аллея. Фонгрант был одним из известнейших юристов вообще начала века XIX. У него было очень интересное имя, прямо сразу запомнилось. Агасфер или Агасфер Фонгрант. Звали его так. И вот был он известным государевым деятелем эпохи Наполеоники. И назвали так аллею, которая должна была быть западной границей Радскафа. И вообще дома, которые мы сейчас с вами видим, прекрасно отреставрированы. Посады. Смотрят они на нас с левой стороны. С правой стороны Левашевых райска. Это дома, которые построены были на тысячи летах. Работа известного нашего уличного художника, полиграфиста. В России у нас троечному искусству вводит Александр Ковеницкого. А он подсмотрит пекелов. Идет наша мига, как раз в Валерийском городе. В Солд-Трехгане надо что-то делать. Надо спасать, потому что из-за работы пропадет. А тут красиво. Серьезно. Мил. 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 в родниках, но в 16-м году при ремонте кровли Русская Православная Церковь почтала его не подходящим и заменила на православный крест, взяв на себя обязательство сохранить вот такое культурное наследие. Чуть позднее этот флюгер появился на башне отреставрированной Русской Киркии Креста. Русская Киркии Креста